С вами Макки-Чародей, Антон Чалей! И сегодня будет ТОП-5 упоротых игр про мультик Спанч Боб! Учитывая, что некоторые серии Спанч Боба действительно упоротые! Первая игра! Кто умнее? Ты или Патрик Стар? Так, даже не знаю... Ну, по-моему, Патрик и так не очень умный, он же ведь звезда, а мы все-таки люди, у нас есть сознание! У нас, блин, спрашивают, у чего музыкальный вкус? Звук? Мороженое? Сталь? Майонез? Звук? Неправильно, прикиньте, ребята, неправильно! Не знаю, майонез? Майонез? Что? Звезда шоу? Так, ну, наверное, Патрик, да? Все правильно! Сколько глаз в бикини-ботом? Мне один Крассбургер, 4, 11... Походу, эти тесты писал реально Патрик! Такое ощущение, что он тоже тесты на ЕГЭ и ЦТ пишет. Мне один Крассбургер? Нет? 4? Нет? Блин, ну это вообще вопросы! Недуза? Нет! 11? Нет! Я нажал на вопрос. Закончи мой рассказ. Жил был страшненький морской гребешок и... Потом все умерли. Он помылся и стал красавцем. Что курили создатели вообще игры? Смотри, что у меня есть. Конфета, корм для улиток, прямоугольник. Обычный бы человек, как я, ответил бы, что это конфета. Эээ, не знаю, корм для улиток ответил бы, наверное, Спанчбоб. Прямоугольник ответил бы, чувак вообще без мозгов отшибленный. Все правильно! Ты сквидворд? Нет? Нетушки? Я пожарный гидрант? Ну уж нет! Ну, нет! Все правильно! Что это? Чесалка для живота, зеркальце, лопатка для крабсбургеров, хлопушка для медуз. Не знаю, лопатка для крабсбургеров, наверное, ответил бы Спанчбоб. Неполноценный даун, видимо, ответил бы зеркальце. Давайте выберем чесалку для живота. Моя тактика, как ты ешь морепродукты? Ну, точно, не вилкой и ложкой. Глазами, ртом, наверное, да? За всю мою жизнь самый безумный сумасшедший тест. Переходим к следующей игре. Игра номер два. Игра называется Бузатеры Бикини Ботом. Кто из вас, парни, настоящий грязный Дэн? Ну, я. Попахивает каким-то развратом вообще. Так, Бикини Ботом, аэропорт. Так, так, нихрена себе... Сэнди, Сэнди, что за фигня? Нихрена себе, что мы творим? Что мы творим? Что это мы делаем? Что мы делаем за фигню вообще? Это, походу, войнушка, и нам нужно побиться. Побиться со спанчбобом. И столкнуть его. Вот туда вот нам нужно его столкнуть. И, короче, если мы выиграем, то мы выиграем. А если не выиграем, то проиграем. О, всё. Убили его. Так. О, взяли какую-то фигню непонятную. Так, что это? Это штанга с мишками, что ли? Я вообще охереваю. Просто от вообще всего вот этого вот. Что тут происходит? Это как Mortal Kombat, только со спанчбобом. Что-то он хочет нас надуть, походу. Так. Давайте бомбанём. Всё. Ещё одна жизнь. А нет, у него не пропала эта жизнь. Всё. Он умер. Держись. Сев в купол. Фигак. Сейчас мы его вообще завалим, походу. Очень странно, да? Что он такой тупой, но дерётся он прям вообще. Чётко. Сейчас мы запустим ракет. Всё. Выиграли. Выиграли. Третья игра. Спанчбоб чистит зубы. Вы думаете, чего тут необычного? Но давайте посмотрим поближе эту игру. Блин, как быстро начинается налёт. Смотрите, прям кариес. Просто представьте, всё время вам придётся чистить зубы и жить просто с этой зубной щёткой во рту. Блин. Чувак. Тебе, походу, нужно просто вырвать все зубы, чтобы так не париться. Я просто не успеваю. Всякие конфеты летят. Блин, ну у тебя и налёты. Ты ж ничего не ешь. Откуда у тебя столько налёта, если ты ничего не ешь, чувак? Гейм-овер, прикиньте? Что за фигня? А почему тут, интересно, у Патрика на животе скачет спанчбоб в конце? Четвёртая игра. И тут творится вообще какой-то дикий трэш. Смотрите, спанчбоб ловит Патрика, который одет в костюм индюшки. Мы бегаем за индюшку, смотрите. И за нами гонится весёлый какой-то спанчбоб. Мы ещё можем вот так вот весело подпрыгивать. Что творится вообще за фигня, я не понимаю. Все смотрите, рыба тоже посмотрела на нас, типа... Ты глупый или что-то? Ещё один индюк. Какой-то бежит индюк. Нам его догнать надо? Давайте просто всё время прыгать. Точно. Слушайте, а если я буду всё время просто прыгать, ни на что не нажимая, добьюсь ли я... Не, не добьюсь. Я подумал, я уже нашёл, типа, такой жизненный лайфхак для этой игры, но нифига. Спанчбоб, что ты меня напрягаешь, понимаешь? Я Патрик. Я никакая не индюшка. Так, всё, походу мы сейчас умрём. У нас осталась всего лишь одна жизнь. Уровень четвёртый. Уровень четвёртый, но мы всё держимся. Мы всё держимся. Всё, словил. Так, теперь... Теперь зажали, наверное, эту звезду. Ха-ха-ха. Пятый играл. Как вы думаете, какую я игру приберёг для финала? А игра следующая. Мы будем Спанчбоба использовать по прямому назначению. То есть, он будет губкой и будет мыть, прикиньте, пока Патрик скачет на курице. Мы должны в это время чистить, смотрите, и макать сюда, чтобы быть ещё чище. Блин, но Патрик вообще чё-то мажорит слишком. Два хот-дога на улитке тянет. Смотрите. Что-то сейчас пердело немного. Так, улитка тянет какой-то салат. Мы должны быть готовы. Прикиньте, мы реально используем губку по прямому назначению. Вот это неожиданно, да? Блин, Патрик, нафига тебе столько салата? Что ты делаешь? Прекрати! Чувак, зачем ты это делаешь? Зачем, кстати, я вообще после тебя вытираю? Я думаю, с каждым разом Патрик будет становиться всё дебильнее и дебильнее, и скакать намного больше на курице, и разбрызгивать салата. Во, дурак! Действительно забавно использовать спанчбоба в качестве обычной губки столовой. Это очень увлекательно. Серьёзно? Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку, посмотреть все видео подряд. Сверху это влог фокусника, это канал о фокусах, снизу это плейлист о играх. Геймвлог называется с этой стороны. Вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось это видео, можете поставить свой лайк, написать внизу какой-нибудь в комментарии. Самые интересные попадают вот сюда. Всем пока!